Как там быть? Куда они писали? Везде ответы вопрос о том, что... Все ваши вопросы фиксируются, будут анализироваться, обсуждаться, приниматься на них решения. На очной встрече те, кто составил генплан и у кого он вызвал вопросы, друг другу сказали все то, что до этого пытались донести заочно. Вопрос по поводу дороги, которая пройдет через лес. Жители поселка Нагорный спрашивали, зачем около их населенного пункта нужна новая дорога и можно ли ее проложить, не затрагивая лес и дома. Разработчики ответили, магистраль нужна, чтобы в будущем разгрузить транспортные потоки. И есть несколько вариантов, где ее проложить. На Губкино попав, вы едете дальше как? Я имею в виду в Заречье. Через компрессорный. К 25-му году, особенно к 35-му году, эта трасса встанет. Вот то, что сегодня предлагается. Вариант дороги через Дербышки и вообще уходим из вот этого леса, из березовой рощи совсем. Адрес уже присвоен. Жители другого поселка Новая Сосновка интересовались. Как так получилось, что их домам дали адреса, но больше на своих участках они строить не могут, так как попали в так называемую зону 430, санитарно-защитную территорию, в данном случае авиационного завода. 430-я зона, которая сейчас в генплане размещена, размещена четко по тем координатам, которые мы получили от завода. Эти координаты не во всех документах совпадают. Не совпадают они с материалами действующего генерального плана. Поэтому это вот через полосицы, она присутствует в документах, которые есть в старом генплане, в материалах, которые нам завод представлял и так далее. С этим надо разбираться, разбираться очень подробно. На эту встречу в ДК «Химиков» в основном пришли жители Московского и Кировского районов. И большинство вопросов задавали по этим территориям. Так в районах собираются продолжить строить садики и школы. А вот вузы появятся, если это решат сами высшие учебные заведения. По поводу Салават-Купере подтвердили. Туда планируют строить дорогу и пустить скоростной трамвай. По частным вопросам, на которые сегодня ответить не смогли, казанцев записали на прием к чиновникам. В ближайший вторник к трем часам я жду вас. Пришедшие на слушание говорят, хорошо, что начался такой конструктивный диалог. Не маленький кусочек на берегу с набережной, а настоящий живой большой парк от улицы Гаврилова до самой реки. Вопрос у нас по новой сосновке был, по поводу перевода дороги, переноса. Ну как бы он положительный, вроде как решается. Не думали, что нам придется вторично переселяться. Конечно, предложение обходить бы надо, вот такие населенные пункты. Такие публичные слушания пройдут еще завтра и послезавтра. По итогам и будет принят генплан в окончательном виде. Дмитрий Иринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин